Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я могу быть резкой и успельчивой по отношению к мужу. Она того не замечала, так как я сама по себе такая, но нынче любить его от этого не стало. На фоне всего этого большие скандалы, вплоть ли ещё, вплоть чуть ли не до развода. Он говорит виноват, а ты, а я не понимаю в чём. Как быть? Ну, как быть что бы что? Вообще, пыльчивость это тревожность, в первую очередь это страхи, это не умение обращаться со своими чувствами. Это очень быстрое движение по эмоциональному пути. Это невнимательность к своим эмоциям, это невнимательность к тому, что я чувствую в данный момент. И в общем и целом это не умение выражать то, что вы по большому счёту хотите. То есть вас можно научить конструктивному общению, чтобы вы не вспиливали, да, а вот обращали внимание на свои чувства. И корректно своему мужу об этом говорили. Вот. А если вы по какой-то причине считаете, что меняться вам не нужно, если вы считаете, что муж должен принимать вас такое, какая вы есть, Ну, в таком случае, очевидно, что вам с мужем не по пути. А меняться в любом случае придётся, если вы хотите отношения свои сохранить. Ну, это в любом случае. И здесь нет каких-то вариантов, здесь нет каких-то других моментов. Что меня смущает в вашем вопросе? Ну, то вы пишите, я могу быстрее рискать и спильчивый по отношению к мужу, сам этого не замечать. Всё, смотри, научи замечать. Ещё один важный момент. Вы резко спильчивый только по отношению к мужу или вы резко спильчивый по отношению ко всем? Дальше. Так я сама по себе такая, какая спильчивая? Ну, это можно исправить. Но меньше любить вот этого не стало. Да, возможно, вы не стали его меньше кто-то любить. Как вы ему говорите о любви своей. На фоне всего этого чего? Большие скандалы. Ну, понимаете, штука в том, что вы сами вносите вклад в эти скандалы. Вы можете перестать вносить вклад и скандалов не будет. А ещё я бы рекомендовал вам изучить психологическую игру, которая так и называется – скандал. Дальше. Он говорит, виновата ты, а я не понимаю в чём. Неправда. Вы, конечно, не виноваты. Но вряд ли вы не можете не понимать, в чём дело. Дело в как раз таки в том, как вы себя ведёте. Если с вами нельзя поговорить на серьёзные темы спокойно, которые начинают успеливать и кричать, то для другого человека, особенно если этот человек не является психологически подготовленным, это вызов, это стресс, это травма. И, конечно же, это обижают. Вот. Да, можно сказать, что муж не принимает вас такой, какая вы есть. Можно сказать, что муж должен был узнать, знакомый, женится. Это правда. Но вопрос здесь немножечко в другом. А именно, хотите ли вы отношения сохранить и быть с мужем дальше? Хотите ли вы, чтобы он был счастлив? Хотите ли вы что-то менять? Вот в чём вопрос. И если ваш ответ да, то необходимо вам обратиться к психологу и начать над собой работу, предварительно сформировав запрос. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. На этом всё. Абрас칠. Удачи!